Это программа «День с толком» в студии Дарьи Демиллер. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Томенко в топе. Почему губернатор возглавил рейтинг известного мужского журнала? С 1 июля цены на бензин вновь вырастут. Как в старом детском анекдоте. Папа, ты, наверное, будешь меньше пить. Да нет, мы будем меньше есть. Только и всего. Что об этом думают барнаульцы? Здравствуй, юность в сапогах. Хотел. Мечтал. С самого детства прям. Призывники края отправились на службу. Губернатор Алтайского края возглавил рейтинг известного мужского журнала. Виктор Томенко стал героем рубрики «Депутатская неожиданность». В журнале собрали высказывания российских политиков. Томенко занял первую строчку. Венценосную фразу «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя» губернатор обронил в августе прошлого года после знакомства с вверенным ему регионом. Авторы рейтинга оценили честность и лаконичность высказывания. Также в тройку вошли Владимир Путин с высказыванием о том, что в случае смерти россияне непременно попадут в рай. И 24-летний депутат из Екатеринбурга Андрей Пирожков, завивший в свое время, что ГУЛАГ – это очень хорошо. А вот в рейтинге по качеству дорог Барнаул на 39-м месте из 150 возможных. Хотя многие автомобилисты отмечают, что за последние несколько лет барнаульские дороги стали заметно лучше. И все же ряд претензий предъявляют. Так многие водители не могут понять, почему ремонтные работы продвигаются медленно. Как пример, приводят Змеиногорский тракт. Там уже неделю на значительной протяженности дороги установлены искусственные препятствия. Рабочие демонтируют старые люки и устанавливают новые. Отсюда ежедневные автомобильные пробки. Как нам удалось выяснить, все работы проводятся согласно утвержденному графику. И если на одном из участков не видно дорожников, это значит, что бригада в данный момент трудится на другом объекте. Объем строительных работ очень высокий и нет возможности все силы бросить на конкретную улицу. А если возвращаться к люкам, которых, к слову, достаточно и на Ленинском проспекте, то многие автомобилисты задались вопросом, почему колодцы установлены именно на проезжей части. За ответом мы обратились к специалисту. Сначала устанавливали коммуникации, а потом уже, собственно, прошла дорога, скорее всего. Поэтому они оказались на дороге, особенно на проспекте Ленина, который расширялся постепенно. И, соответственно, вот эти люки, они оказались на проезжей части. Между тем, губернаторы страны, в том числе и наш Виктор Томенко, на практике познали тонкости укладки асфальта. Это событие стало частью программы перед совещанием Государственного совета во главе с президентом России. Вместе с другими коллегами руководитель нашего региона уложил 200 метров свежего полотна в Подмосковье. Необычный выезд, как говорят в таких случаях, в поля – часть большой программы семинара совещания. Получился своеобразный тимбилдинг. Позже на встрече с Владимиром Путиным обсуждали вопросы состояния и безопасности автомобильных дорог. Президент в беседе с руководителями регионов отметил, что проблемы нужно решать в условиях дефицита ресурсов. Именно поэтому необходимо тщательное планирование и обратная связь с жителями. Что касается обеспечения безопасности дорожного движения и снижения показателей смертности, то здесь нам необходимо уменьшить те показатели, которые в крае есть на сегодняшний день, уменьшить более чем в три раза, в три с половиной раза и двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году. А местные законотворцы решали другой, не менее важный для горожан вопрос. Говорили о реформе свалок. На днях Краевой Минприроды приступает к большой работе по учету незаконных мест складирования мусора. Это делается для того, чтобы узаконить такие площадки. В дальнейшем дополнительные пункты должны повлиять на пересмотр мусорного тарифа. В список попали не все действовавшие до января свалки, так как процедура разрешения очень сложна, пояснил председатель АКЗС по экономической политике Альберт Лунев. Сейчас Край и другие регионы вступают в переходный период мусорной реформы. И до 2023 года у Алтаи есть время расширить список мест складирования. Не факт, что это будут все. Сегодня незаконные, будем говорить, свалки. Пока разговор идет, например, сегодня под камнем. Но мы знаем, что очень сложно попасть в федеральный реестр. И как раз вот это время определено для того, чтобы на уровне субъекта федерации определиться по местам захоронения. По словам Лунева, дополнительные свалки существенно повлияют на логистику мусорной реформы. Расстояние, которое мусоровозы будут проезжать, сократится. И тогда можно будет говорить о пересмотре и уменьшении тарифа на обращение с ТКО. А вот говорить о понижении стоимости топлива на заправках Края пока не приходится. Зато о повышении уже заговорили. С 1 июля цены на бензин вновь обещают вырасти. Все из-за заморозки цен, которую правительство страны, по сообщениям из различных источников, не намерено продлевать. Кирилл Политов буквально только что вернулся с улицы, где спрашивал у барнаульцев, готовы ли они пересесть на велосипеды. И что вообще думают насчет стоимости горючего? Да, в принципе, ну 40 рублей было бы нормально. А вот с 1 июля говорят, что еще возрастет? Возрастет, ну, что, зарплаты тоже, может быть, повысят. Было бы здорово. Хотя бы, чтобы он не превышал уровня нынешнего. Хотя бы, но обещает больше. Это неправильно. Там, я не знаю, рублей 30, наверное. Все, потому что в Казахстане даже дешевле два раза получается бензин. Причем наш бензин. Я думаю, это будет все влиять на цены в магазинах, потому что в транспортные расходы, поэтому отрицательные все же. Когда еще 30 рублей примерно был, это еще терпимо было. А сейчас вот больше 40, уже не наступно многим людей. Трудно, короче. Как в старом детском анекдоте. Папа, ты, наверное, будешь меньше пить. Да нет, мы будем меньше есть. Только и всего. Более пяти тысяч жителей края в этом году переобуются в Берце. Именно столько человек пройдет срочную службу в разных регионах страны. На протяжении двух недель военный комиссариат края будет отправлять по 150 призывников с алтайского сборного пункта. Как проходит прощание с будущими защитниками Отечества, расскажет Ирина Корчагина. Что такое настоящий строевой шаг, они узнают потом. 150 новобранцев сегодня прощаются с безмятежной гражданской жизнью. Находишься вдаль от любимого человека, очень далеко. Не имея возможности кто-то, он не имеет возможности приехать, например, быть рядом. Целый год приходится ждать. Тяжело, но целый год расставаться. Первый раз такое расставание. Доржусь очень сильно. Сыном такие хорошие войска. Он сам выбирал, он сам хотел пойти в Мурфлот, поэтому мы гордимся, конечно. Особое внимание сегодня к президентскому полку. От Алтайского края туда попали 15 человек. Отбор жесткий. Высокий рост, музыкальный слух, стрессоустойчивость. Парни будут охранять исторические объекты Кремля и участвовать в параде 9 мая. Вполне возможно, что для некоторых это единственный шанс побывать в Москве. Тем более в Кремле. Тем более там жить. Но если одни боятся, что им не хватит мест в призывной кампании, для других же барнаульская попанка – страшный сон. Хотел. Мечтал. С самого детства прям. Это была ирония? Да. Это была ирония. Принять неизбежное придется. В рамках весеннего призыва более двух тысяч алтайских парней отдадут долг родине. Всего же в этом году переобуются в Берце 5 тысяч жителей края. В первую очередь, наверное, то, что это долг, отдать его. Наверное, все будут гордиться, что сходил в армию, проверил себя. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. В завершении выпуска немного об искусстве. В художественном музее «Край» сегодня открыли персональную выставку Георгия Селянина. Она посвящена памяти живописца. Он ушел из жизни в мае этого года. Судьба Георгия Георгиевича удивительна. В 1939 году его призвали на службу в Красную армию. Всегда и везде Селянин брал с собой альбомчик для рисования, в котором постоянно делал наброски портретов своих фронтовых товарищей, пейзажи. В 2002 году уже профессиональным художником он вернулся на родину в Ребриху и полностью отдался творчеству. До выхода на пенсию Георгий Селянин и не думал показывать свои работы публично. Он всегда был очень критичен к качеству своих картин. Благодаря родным и односельчанам художника и была открыта эта персональная выставка под названием «Мое искусство». В художественном музее она будет работать до 20 июля. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи!